так коллеги добрый день давайте сейчас немножечко подождем пока у нас наберутся все желающие кто хотел попринимать участие буквально две-три минуты и потом начнем ну и соответственно на фейсбуке тоже у нас сейчас трансляция запустится и будем будем начинать у нас с вами был Игорь Негода за субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода за субтитры Алексею Дубровскому начинает нас очередную серию вебинаров очередную серию конкурсных отборов в этом году надеюсь у нас получится провести их не в конце года как в прошлом а все-таки в более плавном режиме это будет хорошо и для вас и для нас как-то иначе вот всем спасибо кто пришли соответственно тем кто пришел на фейсбук тоже добрый день я представлюсь тем кто меня не знает алексей бойко директор российского фонда развития информационных технологий соответственно про фонд в двух словах до в 2019 году создан и создан он у нас правительством российской федерации с целью развития вот и всякой разной помощи нашим и кт проектам и кт компаниям и целом отрасли соответственно мы являемся операторами поддержки в рамках федерального проекта цифровые технологии национальной программы цифровая экономика российской федерации сегодня у нас с вами два вебинара начинаем первый первый у нас посвящен мере поддержки по чему по внедрению до по внедрению российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов поскольку не так давно у нас вышли изменения в правил предоставления субсидии мы стандартно как это у нас обычно и водится для начала рассказываем некие ну с одной стороны теоретические вещи с другой стороны там про дух опять же да чё поменялось что поменялось на что сделаны акценты и так далее это не последний вебинар сразу же скажу да по мере того как у нас будет приближаться дата на старта конкурсных процедур это будет еще не так скоро как хотелось бы течение месяца я думаю что мы не запустим конкурс все равно но тем не менее будем стараться вот по мере приближения по мере появления документов конкурсного отбора мы будем проводить точно так же как в прошлом году там серию вебинаров и по конкурсной документации и по самой заявки по там документам и отдельно проведем чуть попозже анонсируем когда именно наш стандартный вебинар работа над ошибками который зачастую иногда бывает более полезен нежели чем все остальное что мы здесь с вами говорить вот давайте начнем сейчас я запущу презентацию и а извините сейчас тогда пока не запустил презентацию коротко по организационному формату собственно как-то у нас и было ранее я рассказываю долго и нудно вот вы задаете вопросы задаете вопросы пишите их в чатик есть специальный отдельный чат у нас с вами социальная платформа зумовская вебинаровская вопросы ответы называются тот кто и как бы хочет что-то спросить туда пишет тот кто не хочет ничего спрашивать но ему понравился какой-то вопрос отмечает его лайками вопрос поднимается списке и в конце своего выступления мы ответим на все вопросы которые у нас есть начиная с тех которые набрали максимальное количество голосов соответственно мои коллеги которые со мной тут тоже присутствуют будут мне транслировать еще и вопросы с фейсбука которые к нам будут поступать соответственно вопрос фейсбук мы тоже ответим все давайте наверно тогда и начнем полный экранный режим поехали обзор основных изменений меры поддержки проекта по внедрению решений предусмотрены постановлением номер 550 мы уже почти там как гражданский кодекс в редакции изменений постановлений правительства номер от номер от номер от номер от вот с одной стороны наверное это там плохо с другой стороны хорошо хорошо что мера поддержки живет и развивается там плохо наверно то что как бы все таки хотелось бы поменьше изменений и это проще было бы и нам и вам но тем не менее жизнь она такая какая есть соответственно мы с ней в ней с вами живем значит последнее сегодня о чем мы будем говорить до последнее постановление которое внесло изменения в эту меру поддержки поставлен номер 645 при этом хочется особо подчеркнуть следующую историю она к внедрению имеет меньше отношения как бы да к разработке больше но тем не менее для того чтобы все понимали раньше фонд осуществлял две меры поддержки 150 стандартная наша старенькая добрая знакомая по внедрению отечественных эти решений и 1185 становление по разработке отечественного пола значит с учетом изменений которые были собственно произведены в федеральных проектах мера поддержки по разработке переехала федпроект цифровые технологии и цвет проекта информационной безопасности и для упрощения для того чтобы как это был шел два в одном у нас в одном флаконе были было принято решение о том что само постановление правительство 1185 прекращает свое короткое на очень яркое существование да и эта мера поддержки переходит в станет 50 если у нас есть здесь разработчики которые там просто зашли послушать и ждут там вебинаров 12 там да не пугайтесь 12 я не буду говорить о том что все разработчиков больше не поддерживаем разработчиков мы поддерживаем просто как бы теперь это одно постановление которое регулирует две меры поддержки и по разработке и по внедрению но но сейчас у нас как бы с вами речь идет о 550 поэтому для того чтобы больше как бы там не сбиваться и вас не путать самому не путаться говорить мы будем сейчас про внедрение отечественных решений точно так же как и в прошлых периодах и в прошлых наших вебинарах основной упор сделаем на том что было что стало какие изменения произошли и попутно те кто из вас там был не в курсе такой меры поддержки первый раз нас слушает все равно так или иначе там попробуем донести там основной смысл который есть данные меры поддержки у нас для чего она вообще нужна и кто это и что это и для кого это для начала основные положения которые у нас есть соответственно в логике было стало по-прежнему получатель гранта это российское юридическое лицо за исключением государственных учреждений осуществлять проект по внедрению отечественного решения здесь ничего не изменилось вот это все осталось точно так же сразу же скажу что будут некоторые изменения по требованиям к этому получателю гранта мы об этом чуть позже поговорим направленность меры поддержки вот здесь произошли изменения хотелось бы их подчеркнуть это изменение плановое 2019 году когда мера поддержки только запускалась мы во главу угла ставили сквозные цифровые технологии вот потом постепенно в 2020 году были привнесены уже как бы приоритетное направление государственной поддержки в части приоритетных направлений разработки внедрения и вот сейчас в двадцать первом году постановлением в нашем 645 внесены такие изменения что скажем так вот эти приоритетные направления государственной поддержки приоритетное направление разработки внедрения не выходит на первый план если в прошлом году это был критерий, не отсекающий, то сейчас перечень приоритетных направлений и поддержки нужно будет соответствовать обязательно. Именно сейчас уже это применяется и для внедрения. Сквозные цифровые технологии на совсем никуда не ушли. В этом перечне в том или ином виде они будут, естественно, присутствовать. И мы, поскольку в любом случае находимся в федпроекте, в котором эти сквозные цифровые технологии присутствуют, так или иначе особое внимание уделять этим сквозным цифровым технологиям будем. Но, повторюсь еще раз, в углового угла и с точки зрения критериев отбора, и с точки зрения требований в правилах предоставления субсидии все-таки выходит на первый план это приоритетное направление разработки внедрения. По сумме гранта, те, кто из вас внимательно читал, если вообще читал, когда изменения в постановлении, увидели, что оттуда исчезли суммы гранта. Это не значит, что теперь у нас их нет в принципе, или они могут быть какими угодно. Нет, соответственно, это решение было перенесено на уровень правительственной комиссии под председателем вице-премьера Чернышенко. Материал на эту правительственную комиссию сейчас совместно с Минцифрой и цифровой экономикой готовим. Надеемся, что в ближайшее время президиум пройдет, и, соответственно, появится уже сумма гранта. По нашим ожиданиям, по данной мере поддержки, мы не ожидаем каких-то там критичных и сильно волнительных изменений. Я думаю, что плюс-минус в тех же самых пределах сумма гранта и останется. Если вспомнить, в прошлом году, несмотря на то, что у нас от 20 до 300 миллионов было в постановлении прописано, как бы, да, приоритетными для нас был порог от 80 до 300 миллионов. Вот плюс-минус мы ожидаем, что примерно в этих же границах, может чуть больше, может чуть меньше, у нас сумма гранта и останется. Еще раз повторяюсь, это именно грантовая история, грантовая составляющая. По поводу средств распределения, то, что всех обычно там волнует, сколько денег есть, кому будем раздавать и так далее. Сейчас по утвержденным КПЕ, нашим по фондам, на данную меру поддержки примерно 1,3200 миллиарда рублей. Это чуть меньше, чем в прошлом году, ну или не чуть меньше, это нормально так меньше, чем в прошлом году. Ну, значит, будет больше конкуренции, значит, будем выбирать лучше из лучших из лучших. Так или иначе. Вот. По срокам проекта. Посмотрели на то, какие у нас были проекты, какие у нас были заявки в прошлом году, еще раз обсудили. Вопрос там обсуждался в том числе на площадке «Аноцифровая экономика с представителями бизнеса». Компромиссный вариант. Срок проекта от 6 до 30 месяцев, да, то есть на 6 месяцев меньше, чем был в прошлом году, чуть короче. Все-таки, как бы, проекты, которые идут, там, я не знаю, 3 года по внедрению, ну, на наш взгляд, немного за рамками, там, да, наши меры поддержки. Это уже комплексный проект, который, по большому счету, и по деньгам должны оцениваться немного в другие суммы, как бы, там, да. И, как бы, по тому, как проверять, как, собственно говоря, там, принимать решение о том, поддерживать или нет, тоже немножко другая процедура. Поэтому сейчас в этих конкурсных отборах по, именно по внедрению по проектам, по разработке, там, будет другая немножко история. Вот от 6 до 30 месяцев. По-прежнему, не менее, чем 2 этапа, здесь ничего не поменялось. Самая, наверное, грустная для вас новость в этом постановлении, это процент финансирования. Значит, еще раз напомню для тех, кто не знает. Мер поддержки сконструированы таким образом, что государство не полностью, как бы, финансирует весь проект. Да, она, собственно, предполагается, что выделяется собственные средства. Да, у участников конкурсного отбора на проект. В прошлом году собственных средств нужно было не менее 20%. В этом году, вот, все-таки, было принято решение. Решение непростое. С учетом, как раз-таки, того, что у нас и средств к распределению поменьше, как бы, там, стало, да, что все-таки своих надо будет доложить не меньше 50%. Это все равно хорошо, потому что, еще раз повторюсь, что грант – это безвозмездная, безвозвратная помощь от государства в реализации проекта, да, дополнительных условий никаких не накладывается на дальнейшее использование, никто ни в долю, ни в капитал, как бы, да, ни возврат этого гранта, там, не требует. В этом смысле, как бы, ну, 50 – это все равно лучше, чем все 100 заплатить, как хотите. Ну, так, маленькая конфетка. Вот, подпластиться – это не очень, наверное, приятная новость. По способам финансирования ничего у нас не поменялось. По-прежнему у нас финансирование будущих расходов и возмещение понесенных расходов. Там в деталях будут кое-какие изменения, мы об этом расскажем подробно, когда будем обсуждать конкурсную документацию. Вот. По формату конкурса по-прежнему мы остаемся в логике того, что мы объявим конкурс отсюда и до обеда. То есть мы будем стараться, там, да, его не завершать. Значит, отдельной строчкой, как бы, да, такой маленькой, как бы, скажу, что там предыдущий конкурсный отбор, который у нас там до сих пор висит, в статусе приостановлен. Сейчас, как бы, готовим решение, при котором будет закрыт, значит, на улице, да, то есть, как бы, формальность, но, тем не менее, ее надо будет соблюсти. И по органу принятия решения тоже здесь ничего не поменялось. Комиссия оператора, наш грантовый комитет будет принимать решение о том, какие заявки поддержать, какие не поддержать и на каких условиях. То есть в этом смысле как бы изменения никакие не произошли. По поводу приоритетных направлений государственной поддержки, давайте туда сразу уже, да, мы говорили о них много. Сейчас они выходят на первые планы в проект по внедрению. Значит, в прошлом году был такой перечень утвержден. Этот перечень был единый для всех операторов мер поддержки. Не только мы, но и фонд Сколково, и фонд содействия инновациям. Все ориентированы на эту историю. В этом году будет то же самое. По итогам прошлого года там было энное количество, скажем так, даже не претензий, а пожеланий к тому, что нужно в этом перечне изменить, как его улучшить. Плюсом и жизнь не стоит на месте в любом случае. То есть новые технологии появляются, какие-то новые фокусы и новые приоритеты. В этом смысле сейчас совместно с уважаемыми нашими коллегами, совместно с министерством, совместно с профильными ассоциациями мы ведем работу по апдейту этого перечня. Надеемся, что, как я уже говорил, где-то в течение месяца этот перечень будет все-таки сформирован и одобрен на правительственной комиссии. Как только это произойдет, ну, как минимум мы вас об этом известим на сайте, на своем. Ну, как максимум, отдельно, видимо, спляшем и споем над тем, что же изменилось в этом перечне и как теперь дальше с этим жить. Старый перечень можно посмотреть у нас там в конкурсной документации. Один из приложений, он висит у нас на сайте в разделах конкурса, который пока еще не документ. По поводу изменений требований к участникам конкурсного отбора. Значит, сразу скажу, здесь там синеньким подсвечено то, что поменялось. То есть, для кого-то это критично, для кого-то это менее критично, но, тем не менее, наша задача рассказать вам там, что поменялось, сделать соответствующие акценты. Значит, по-прежнему участник конкурсного отбора, дайте еще раз, да, повторимся, это российское юридическое лицо за исключением государственного муниципального учреждения. То есть, в этом смысле, там, опять же, предваряя вопросы тех, кто там в прошлом с нами не был, гупы-мупы, да, то есть государственные предприятия могут принимать участие в конкурсе, да, вот. А вот учреждения нет, вот как хотите это. Уже не раз объясняли, видимо, еще не раз будем объяснять, но, тем не менее, там, повторили, да. Значит, требования к этому участнику, значит, не только участнику, но теперь это в явном виде прописано еще, как бы, да, и получателя гранта на дату заключения соглашения. То есть, у нас будут две точки контроля по данным точкам, точка контроля по данным точкам, да, не проснулся еще. Значит, две точки, в которых мы будем проверять в соответствии с данным требованиям, значит, да, на входе в процедуру, как бы, да, мы будем проверять участников конкурсного отбора, если участник конкурсного отбора молодец, ему повезло, и он, как бы, все прошел, и его проект одобрили, он будет подписывать с нами соглашение, нет, перед подписанием соглашения мы еще раз эту историю проверим. Что же будем проверять? Что юрлицо не находится в процессе ликвидации или реорганизации. При этом, с учетом, опять же, опыта прошлого года, было добавлено, вот это вот то, что синеньким выделено, за исключением реорганизации в форме присоединения к получателю гранта другого юридического лица. Были прецеденты, как бы удалось доказать нашим уважаемым участникам конкурсного отбора, что такая история не несет серийской составляющей, и поэтому сейчас это так. То есть раньше это было вот реорганизация в любых ее видах, препятствовало тому, чтобы участник мог стать грантополучателем. Сейчас есть исключения. Значит, что добавилось еще? Добавилось это для всех, с учетом постановления 1492, которое вышло, которое регулирует там это постановление, как, в каком формате, да, с какими-какими критериями основными базовыми должны у нас проводиться всякого рода, разного рода конкурсный отбор. Не только наши, вообще все, в принципе, которые идут из бюджетных денег. Ну, так вот, соответственно, появилось новшество, что, помимо всего прочего, теперь есть абсолютно четкое требование по поводу иностранных, скажем так, учредителей, иностранных участников. Да, доля таких участников в нашем участнике конкурсного отбора не должна превышать 50%. То есть это внимательно, как бы, да, раньше такой истории не было. Теперь такая история появилась. Значит, про банкротство ничего не поменялось по-прежнему. Невозможно, как бы, да, будет стать грантополучателем, если вы находитесь в процедуре, там, банкротства или деятельности, как остановлено, понятно. Про неисполненные обязанности абсолютно точно так же. Все то же самое, как и было, да. Не имеет неисполненной обязанности уплатить налоговым сбором, там, и прочее, прочее, прочее. Стандартная формулировка, много раз она уже где была. Далее. Здесь, скорее, это не новые, прям, как бы, новые постановления. Это уточнение старых вещей, которые были у нас с вами уже, там, в прошлых конкурсных отборах. Здесь они немножко, как бы, там, дотачивают с точки зрения юридической техники. Значит, по-прежнему не можем мы, как бы, там, да, отдавать государственные деньги тем юридическим лицам, которые уже имеют, там, да, определенную просрочку по возврату, там, федбюджет, субсидии, бюджетных инвестиций и так далее, тому подобное. Тоже понятная история, там, да, разберитесь со всеми старыми долгами, приходить за новыми. Значит, по поводу неполучения средств из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ, местного бюджета, там, да, включая гранты иных институтов развития в целях реализации проекта, указанного в заявке на участие в конкурсном отборе. Тоже формулировка раньше была, то есть двойное бюджетное финансирование в любом случае по бюджетному кодексу запрещено. Но с учетом, как бы, да, опыта того, там, что было на простых конкурсных отборах, как бы, какие ситуации мы разбирали, какие кейсы, как бы у нас были, здесь формулировка была доуточнена так, чтобы уже не было двойных толкований. На что эти бюджетные средства, в принципе, могут получаться, на что не могут получаться. Да, то есть что для нас будет являться критерием. Вот еще раз, наверное, здесь там подчеркну, что это не значит, что организация не может, в принципе, получать, как бы, бюджетных средств. Может, да, нас интересует только наш проект. Да, если в целях этого проекта бюджетных средств получено не было, это там нормально и хорошо. Если именно в целях данного мероприятия получались ранее или там в процессе, что называется, бюджетные средства, для нас это двойное финансирование, и это запрет. Соответственно, новая история, которая появилась, третья, это реестр дисквалифицированных лиц. Сейчас он, как бы, в явном виде уже фигурирует. В правилах предоставления субсидий тоже будем проверять, да, что сведения о руководителе, членах исполнительного органа, главном бухгалтере отсутствуют в данном реестре. Дополнительные требования, как всегда, там, да, к получателям гранта могут быть установлены по согласованию с Минцифер России. И сейчас прорабатываем, как бы, да, во-первых, а, необходимость установления таких дополнительных требований, во-вторых, б, собственно, то, если, как бы, необходимость будет нужна, какие именно они будут. Еще раз повторюсь, что эта история у нас возникнет в тот момент, когда будет утверждена конкурсная документация, да, то есть все док-требования, ну, по большей части подавляющая история, будут, как бы, именно, ну, как бы, привязаны и нами озвучены, и далее потом разъяснены именно после того, как у нас произойдет утверждение конкурсной документации для данного конкурсного отбора. Требования к проекту, да, соответственно, здесь синенького поменьше, то есть у нас осталось всего примерно то же самое, 50% от сметы, это то, о чем мы уже говорили, да, то есть не 20, а 50% за счет средств софинансирования. Тоже говорили, да, второй буллет, это приоритетное направление поддержки, там выделен, много говорил сегодня же об этом, а это теперь, как бы, перейдет в отсекающий критерий, этому нужно будет соответствовать обязательно. Дальше, значит, 6-30 месяцев тоже проговорили в явном виде с точки зрения результатов проекта, да, на что хотелось бы обратить внимание еще раз, те, кто не знает, первый раз, когда слушают наши вебинары и узнал о нашей мере поддержки, проекты и наше с вами соглашение не заканчивается там только лишь выполнением, собственно говоря, внедрения как такового, да, то есть в любом случае, поскольку по мере поддержки, по сути, по духу, мы поддерживаем, ну, по факту, да, да, цифровую трансформацию предприятий, ускоряемые. И для нас задача, и для государства задача стоит не в том, чтобы мы формально вычислили приказ о введении в эксплуатацию, а дальше положили на полочку и, как бы, забыли о нем, и это будет предусмотрено и формой соглашения, представление гранта об этом еще тоже мы будем говорить в наших следующих вебинарах. Но здесь основное, там, хочу сказать, что мы будем дальше наблюдать за результатами, собственно говоря, работы внедренного решения. И каждый грантополучатель, там, да, и участник конкурсного отбора в своей заявке для начала, там, да, будет заявлять некие, там, планы, указатели, обязательства проекта. То есть, по большому счету, зачем он вообще этот проект делает? Чтобы что? Чтобы, там, я не знаю, снизить, там, себестоимость, там, да, повысить, там, я не знаю, качество, там, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Здесь нет ограничений по тому, какие показатели вы заявите у себя. Есть только одно требование, да, что эти показатели должны быть выполнены. Это является существенным условием, скажем так, хорошего и обоюдоприятного завершения нашего грантового соглашения. То есть, после того, как этап завершает, у нас еще период, мы не то, и в течение года мы смотрим на достижение вот этих вот заявленных планов, показателей, реализации проекта. Сейчас эта формулировочка, там, она раньше была немножко в другом видении. Здесь она доуточнилась, как бы, точно, как бы, войдет в соглашение о предоставлении гранта. И по поводу уровня готовности технологии, вот, по-моему, не ниже седьмого, это мы заходим в проект, а не ниже девятого мы должны выйти из проекта. Да, это, как бы, результат, один из обязательных результатов реализации проекта. То есть, раньше у нас было просто завершение, там, внедрение, как бы, да, сейчас, помимо этого, помимо этого, у нас появилась отдельная история по оценке готовности технологии, ее тоже нужно будет определенным образом подтверждать. Также дополнительные требования к проекту могут быть установлены в субъектах Минсестра России, и часть этих дополнительных требований, она будет прямо проистекать из критерий, которые у нас формируются сейчас и обсуждаются в Минсестра России. Соответственно, как только они будут сделаны, как только в том или ином виде будут утверждены, тоже отдельно с вами по этой истории поговорим. Так, ну и соглашение о предоставлении гранта. Здесь все просто, точно так же, наверное, как и раньше, за, наверное, одним исключением. Потихонечку у нас государство идет в пути унификации и стандартизации, приведения к единому целому, в общем, хорошему, доброму и вечному, в том числе и в части формализации типовых соглашений о предоставлении гранта. Минсестра России заработает типовая форма, и эту типовую форму мы возьмем за основу при формировании нашей формы. Соглашение под данные конкурсные, она будет изменена от именно по этому соглашению. Что там будет, цель порядок условий, понятно, предельный размер грант финансирования, понятно, что важно знать, да? То есть в любом случае меры поддержки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем. Сейчас я запущу еще раз демонстрацию экрана. Остановились мы с вами на соглашении. На соглашении. Соответственно, на важном месте соглашения мы с вами остановились. На том, что каждый проект предусматривает обязательную отчетность. В этом смысле мы, конечно, тоже не исключение. Поэтому в соглашении будут прописаны порядок сроки и формы предоставления отчета о реализации проекта, реализации этапов проекта, достижения планов, показателей. И сразу же хочу, об этом тоже много говорили. Это не так страшно, как вот выглядит сейчас. Мы стараемся сделать эту историю максимально дружелюбной. И чей-то подача в электронном виде. И, скажем так, минимально... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и снова здравствуйте. Что-то у нас сегодня с вами, точнее у нас с нами, проблемы. Так, ладно, демонстрация экрана запускать больше не буду, не буду. Вот, на самом деле, наверное, все, что хотел рассказать по соглашению, еще не рассказал. Сейчас просто так, на живую расскажу, что называется. Вот, про отчетность. Я же не знаю, на чем мы там закончили. Короче, отчетность будет, отчетность не так страшная, как могло бы показаться на первый взгляд. Соответственно, также важная история, да, поскольку это средства бюджетные, вот, выдаются они на определенные цели, то, естественно, контроль соблюдения, да, целевой составляющей, да, и целевого расхода средств, он будет точно так же, как и санкции за нецелевое использование. Вот, поэтому здесь тоже внимательно, когда заходите в конкурс, заходите в него, скажем так, с открытым лицом, я не знаю, умом и прочим другим историям, там, да, то есть это внимательно надо почитать, внимательно надо посмотреть, вот, и оценить, как бы, там, все аспекты предоставления государственной поддержки, в том числе и санкции, да, за вот это вот наша, как бы, там, да, возможную, там, нецелевую историю. То есть сразу же хочу сказать, что там, ну, как бы, кошмарить никто не собирается, там, да, то есть никто не будет требовать, там, безусловного, несмотря ни на что, выполнение всех показателей, то есть история с форс-мажором имеет место быть, да, то есть если там действительно не по вашей вине что-то такое произошло, это, как бы, там доказывается и не вызывает ни у кого сомнений, есть, как бы, варианты, при которых эта ответственность будет не такой жесткой, либо вообще, в принципе, не будет, вот. Вот. Отдельно, отдельно, сразу же, как бы, там, да, есть определенные требования к тому, что такое смет-проекта и как ее исполнять смета будет являться обязательно, там, да, приложением к соглашению. Об этом мы поговорим, когда будем рассказывать про конкурсную документацию, про смету, про требования к смете и к календарному плану и ко всем прочим другим мелким вещам. Сейчас мы говорим все-таки в целом и в общем. Из важной, как бы, тоже вещи, это раздельный учет затрат, да, то есть это нужно для того, чтобы вести проект нормально, раз, это нужно, если вы хотите возместить там некие ранее понесенные затраты, два. Вот. Ранее понесенные затраты, да, то есть у нас проект может начинаться по постановлению не ранее начала финансового года, в котором подана заявка, да, то есть если мы говорим сейчас о нашей с вами ситуации, то, в принципе, проект не ранее 1 января. Может заявить некие затраты, которые мы можем попробовать возместить в случае, если проект у нас победит, и мы с вами заключим соглашение о представлении гранта. Так, зафим, наверное, я все-таки еще раз включу демонстрацию экрана, вот, как это бы ни странно сейчас прозвучало, почему я это делаю, а потому что у нас поменялись, вот, на последнем слайде, спасибо за внимание, у нас поменялись реквизиты, да, поскольку теперь у нас 550. Это единое постановление, вот, раньше у нас был ящик, по которому мы там ответ на вопросы давали и разъясняли конкурсную документацию и так далее, вот, конкурс 550, он сейчас какое-то время будем отключен, поэтому все, что новое, накипевшее, наболевшее, там, да, там, грустное, веселое и так далее, теперь у нас новый ящик, на сайте мы его тоже скоро обновим, вот, пока что можно будет переписать. Все, значит, историю со своим монологом я закончил и начинаем мы с вами отвечать на вопросы, которые у нас есть в чате. Соответственно, у кого еще не остались и кто не написал еще вопросы свои, пишите, мы пока пойдем, потому что уже есть. Значит, так, запись этого вебинара будет доступна, да, запись вебинар будет доступна на ютубе, надеемся, склеит ее так, что там вот этих пробелов не будет, хотя, наверное, выглядеть будет странно. Но, тем не менее, запись не на сайте, на сайте мы ее, наверное, чуть попозже подвесим, скорее всего, она будет висеть на нашем канале в ютубе, на сайте есть ссылки на наш канал. Ну, вот, по поводу презентации, да, презентация тоже будет, наверное, в рассылочке мы ее разошлем, в этом ничего страшного нет, и куда-то на сайте тоже повесим, так или иначе. Так, хотелось бы более точно понимать, да, с начала конкурсного отбора, нам тоже хотелось бы более точно понимать, да, с начала конкурсного отбора, но поскольку все зависит не только от нас, ее сейчас никто точно вам не скажет. Ну, вот, это не потому, что мы такие плохие и не хотим говорить, или тут какой-то подвох, нет, абсолютно точно. Это история, которая двигается во времени. Причем и вперед во времени может двигаться, и назад во времени может двигаться. Это точно можно говорить, что в течение двух месяцев, если будем живы, не помрем, конкурсный отбор начнется. Вы узнаете о конкурсном отборе заранее. Мы никогда не делаем так, что день в день объявляем конкурс, размещаем конкурсную документацию, и тут же начинаем прием заявок. Это первый момент. Второй момент, как я уже говорил, конкурс длинный. В этом смысле не будет короткого окна для подачи заявок. Вы успеете. Где можно посмотреть список приоритетных направлений господдержки? Старый список можно посмотреть на сайте в разделе «Конкурсы». Это старый список. Новый список пока посмотреть нельзя нигде. Как только его утвердить в президиум правительственной комиссии, мы его разместим, и его тоже можно будет посмотреть на сайте. Соответствующие новости, я думаю, мы тоже сделаем. Поэтому, если хотите узнавать новости относительно без труда, подписывайтесь просто на новостные рассылки на наш сайт или на Facebook. Дублируем эту историю и телеграм-канал нашли. «Добрый день. Правильно ли мы понимаем, что искусственный интеллект исключен из ТПРФ-550 из перечня приоритетных технологий? Почему были внесены именно такие изменения? Означает ли это, что проекты по внедрению разработки решений на базе ИИ не будут поддержаны в рамках предстоящих отборов?» Нет, вы неправильно понимаете, что искусственный интеллект исключен из ТПРФ-550. Во-первых, давайте так, если уж формально, то все связанные цифровые технологии исключены из ТПРФ-550. С одной стороны, с другой стороны, в перечне приоритетных направлений будет раздел, по крайней мере в проекте перечня, который мы видим, на котором сейчас работаем, этот раздел есть, посвященный искусственному интеллекту. И если вы посмотрите прошлогодний перечень приоритетных направлений разработки и внедрений, там он по классам ПО выстроен, то в классах ПО были у нас отдельные технологии, которые касались искусственного интеллекта. Поэтому, конечно же, нет. Проекты по искусственному интеллекту поддерживаться будут. Вопрос в каких приоритетах и в каких классах ПО это будет история сделана. Поэтому здесь вот такой вот ответ я могу дать. Так, правильно я понимаю, что привязки обязательно СЦТ к СЦПР нет, нам нужно будет обосновывать ток соответствия приоритетному направлению. Да, правильно. Другой вопрос, что в приоритетных направлениях будут части СЦТ, о чем я уже и говорил. То есть в этом смысле как бы такая двойная матрица, но база, да, база, правильно. Понимаете, приоритетные направления стали во главу угла. Можно ли подавать на грант от имени управляющей компании, которая является головой холдинга, в котором планируется внедрение отечественных решений по этому гранту? Хороший вопрос. Тоже его обсуждали уже и в прошлые разы. Смотрите, у нас реализация проекта происходит непосредственно в той организации и выгоды от этого проекта, которая подается на грант. То есть взять грант в интересах третьего юридического лица по реализации проекта нельзя. Вот нельзя и все. Это связано в том числе с особенностями ведения бухгалтерского учета и так далее. Вы отчитаться потом не сможете нормально. Это не значит, что вы рассматривали тоже какие варианты, какие у нас были, когда реализуется проект, в котором создается некое решение, внедряется система, которая потом дальше может использоваться в том числе для дочерних юридических лиц. Да, вот да. Либо создается некий программно-аппаратный комплекс, который используется в юридическом лице, причем реализуется проект раз, достигаются заявленные результаты два. Дальше этот программно-аппаратный комплекс может быть передан куда угодно. Да, тоже может быть, потому что ограничение по гранту в этом смысле у нас не устанавливается. Но так, чтобы изначально одно юридическое лицо заходило на проект, который по факту реализуется в другом юридическом лице, и там бенефиты и прочая другая история получается в другом юридическом лице, а самое главное, что на учет все блага, скажем так, от реализации этого проекта в другом юридическом лице, нет, нельзя. Нельзя. Так, приоритетные направления. Акцент на технологиях или конкретных отраслях промышленности? Нет. Акцент на технологиях. Отрасли промышленности, может быть, будут, как бы, отдельным списком, может быть, нет. Сейчас это обсуждается. Окончательного ответа нет. Мы АО, Роскосмические системы. Мы можем здесь участвовать. Если вы АО, то вы можете здесь участвовать, если у вас в составе учредителей нет более 50% иностранных юридических лиц, зарегистрированных в офшорных, как бы, зонах. В этом смысле, да. Требования к участнику. Есть ли ограничения по возрасту компании? Нет. Требований ограничений по возрасту компании нет. То есть мы рады всем и старым, и малым, скажем так. Там другим требованиям надо будет соответствовать, по команде, там, и прочему, и прочему, и прочему. Но вот отсекающих каких-то требований, о том, что там компании, созданные вчера к нам прийти не могут, нет. Такой истории нет. Так. Добрый день. Если компания получит грант от фонда «Содействие и инноваций» по программе «Старт-1», будет ли это препятствовать получению гранта от «Старт-1»? Если она получит грант по программе «Старт-1» на реализацию этого же проекта, да, будет. Если она получит грант по программе «Старт-1» на какое-либо другое мероприятие, нет, не будет. То есть важно, чтобы не было двойного финансирования одного и того же мероприятия. Для нас еще раз я и говорил, компания может получать бюджетные средства, может получать средства институтов развития, но на что-то другое. Если она то же самое, тогда придется выбирать либо у них, либо у нас. Можно ли подробнее описать требования к внедрению ПО? Если компания разрабатывает ПО для себя, она может обеспечить параметры и срок внедрения. Если компания разрабатывает проект для продажи на рынке, как можно показать, что проект внедрен? Каждый покупатель разработанного продукта внедряет, не ориентируясь на то, что на развитии приобретенного продукта была получена субсидия. Давайте еще раз. У нас здесь конкурс про внедрение. В этом смысле это будет тоже разумообразие на сексерях. Исключительные права на программный продукт не должны принадлежать той компании, которая осуществляет себя внедрением. То есть это обязательно внедрение стороннего решения. То есть не получится сделать так, что вы сами для себя разработали некое программное обеспечение и потом пришли к нам за грантом для того, чтобы его у себя внедрить. Нет, так не работает. Если мы говорим о том, что нужны деньги на доработку самого и вы являетесь разработчиком, тогда вам в 12 часов сегодня послушать наш вебинар про меру поддержки для компаний-разработчиков. Вот там будет про разработку. Но еще раз повторюсь, для себя не получится. Вот не получится, и все застрелить. И нас это другая мера поддержки. Более подробно о требованиях к внедрению в ООО, прямо вот совсем подробно, мы будем рассказывать на вебинарах, когда конкурсная документация родится уже с критериями, с приоритетным перечнем направлении разработки и внедрения. И вот тогда, да, тогда мы более чем подробно эту историю еще с вами обсудим. Поправочные коэффициенты при подсчете баллов. Что с ними? Ну, правильный вопрос. А что вообще в принципе с критериями? Ну, ничего, утверждается. Здесь как бы, как будут, так будут. Есть шанс, что какие-то останутся. Вопрос, какие, на какие вещи и на сколько, не знаю. Пока не знаю, пока в работе. Так, возможно ли будет использовать грант для оплаты первоначального взноса в лизинговую компанию в целях приобретения программно-аппаратного комплекса? Программная часть ПАК находится в реестре отечественной компании. О, на аппаратной части есть заключение ППП по 619 ПП. Так, значит, смотрите. Нам, наверное, не так важно, каким способом вы будете приобретать то или иное материальное или материальный, не финансовый, скажем так, актив для реализации проекта. Важно, чтобы, а, этот актив, как бы, там, да, если это часть решения соответствовал требованию к решению, да, вы соответствовали требованию к участнику и проект, в принципе, соответствовал требованию к проекту. Вот, то есть, как бы, как вы будете эту историю приобретать в лизинге или там, да, в аренду лизинге или там, или там, или еще как-то. Так, если этих условий, этих ограничений у нас сейчас постановлений нет, соответственно, они просто так тоже и выводятся особо ниоткуда не могут. Вот, по опыту прошлого года таких ограничений не было. То есть, можно. Так, уточните, пожалуйста, планируемый срок объявления конкурса. Хотя бы, приориентировочном, говорил уже, ориентировочно плюс-минус один-два месяца. Если все будет хорошо. Если не будет хорошо, значит, там будет какой-то другой. Внедрение включается от затраты внешних исполнителей, лицензии и собственных сотрудников. Да, внедряет по поводу того, что, на что можно тратить, как бы, и на что нельзя тратить. Еще раз, как бы, да, когда требования у нас все сформируются, критерии сформируются, конкурсная документация утвердится. В том числе, там будет требование к смене проекта. И мы подробно, прям подробно будем рассказывать, что можно, что нельзя. Пока что, да, вот то, что вы перечислили, внешние исполнители, да, можно лицензии, да, можно. Собственные сотрудники, да, можно. Как именно, с какими ограничениями, будем говорить подробнее чуть позже. Конкурсная документация сильно изменится, если смысл знает документы с 2020 года. Конкурсная документация изменится, смысл в любом случае будет, потому что будет новая форма заявки. Пусть может быть и не на 100%, может даже и не на 50%. Вот то, о чем мы всегда говорили, если вы сейчас начинаете уже подготовку конкурса, как бы, да, первую историю озаботься с описанием, ну, собственно говоря, решения. Потому что мы сейчас идем в пути того, чтобы, ну, вот, по крайней мере, там, не знаю, к смыслу мы встречились. Какую-то информацию мы будем уже пробовать получать напрямую от ведомства. То есть, там, если получится, там, какие-то правы, там, из налоговой и прочего. Впрочем, мы вас просить уже не будем, да, то есть, у вас будет только подготовка к сутевой части. Вот сутевую часть можно готовить в любом формате, в принципе, без разницы. Да, то есть, там, календарный план, ну, понятно, календарный план. Смета, я не думаю, что она там глобальная или критичная, как-то измена. Поэтому вот на эту часть я бы, чтобы обратил внимание, если вы уж хотите сейчас начать подготовку. Вот, не с точки зрения формы заявки, а с точки зрения, там, смысла учить, того, что в ней будет написано. Просто если оно у вас будет, приложите в другой формат, там, особых трудов не составят. Хотел бы уточнить, могут ли принимать участие в отборе ГУП и МОГ. Государственное унитарное предприятие, муниципальное унитарное предприятие может принимать участие. Примеры успешного оформления конкурсной документации доступны? Ну, нет. Заявки являются коммерческими тайными, не раскрывая. Мы и расскажем, и проведем вебинары вообще по конкурсной документации. Это скорее не успешное оформление конкурсной документации, а успешное оформление заявок. Потому что, к примеру, успешное оформление конкурсной документации у нас есть на сайте. Это наш конкурс на документации. В 2019 году и в 2020 году. Но это так, шутка нет. На самом деле, еще раз, разбор ошибок вебинар будет, на котором мы поговорим, в том числе и про оформление. На что надо обращать внимание, как лучше к этой истории подойти и так далее и тому подобное. Подскажите, ранее заключенные соглашения будут действовать по старой редакции? Да, ранее действующие заключенные соглашения будут действовать по старой редакции. Так, добрый день. Можем еще раз уточнить? По юридическим лицам. Юридические лица РФ и ГУПы могут получить гранты, государственные компании нет. Или, как в прошлом конкурсе, в ГУП не могут, остальные могут. Если бы, дайте еще раз, не могут, государственные и муниципальные учреждения в ГУП, это федеральное и государственное предприятие, может получить грант. Если мы говорим о том, что у нас есть компания, среди акционеров, которые находятся в государстве, хоть 100%, без разницы, это ООО или 100% АО государственное, если оно в форме АО или ООО, оно может получить грант. Вот здесь, как слышно, так и пишется. Написано, что не может быть именно предприятия, 80% учреждения. Вот они не могут, да, все остальное может. Там, АООшки могут, да, АОшки могут, ГУПы и МУПы могут, могут. Вопрос только в том, что в ГУПам и МУПам нужно будет показать, что финансирование небюджетное. Вот если есть, как бы, такая денежка небюджетная, тогда добро пожаловать. Почему бы и нет? В какой стадии сейчас перечень приоритетных направлений? Возможно ли как-то еще его дополнить? Перечень приоритетных направлений – under construction. Если у вас есть возможность выйти там на анод с правой экономикой, либо на Минсеху напрямую, да, у вас есть возможность дополнить карту. Носились ли изменения в составлении и описаниях финансовых моделей? Так, вот об этом мы поговорим чуть попозже, и скорее это история не конкурса про внедрение, а конкурс про разработку. Вот там мы об этом попозже поговорим. Этот конкурс ориентирован на заказчиков решений или на разработчиков? На заказчиков. Разработчик пока может подавать заявку от себя? На этот конкурс нет. На конкурс по разработке может. Дата начала проекта должна быть не ранее 1 января финансового года, в котором было принято решение о том, что эта заявка победила. То есть, вот для нас с вами здесь и сейчас, ну скорее, да, то есть если вы подаете заявку, ну там, я не знаю, начинаем мы через 2 месяца, заявка по нашему стандартному пути идет примерно там плюс-минус, то есть она там, если с ней все хорошо, будет одобрана в этом году. Тогда, да, не раньше, да, с начала этого года. Если вы подаете заявку ближе к концу года и есть шанс, что ее будут одобрять уже в следующем году, то тогда привязка будет идти к началу следующего года. Так, подскажите, пожалуйста, участники конкурсного отбора по-прежнему. Разработка организации, которая непосредственно разрабатывает решения, если разработка заказная, права по итогу проекта переходят до конкурса. Заказчик, может ли заказчик решения получить грант или только разработчик. Внедрение организации, которая внедряет продукт. Значит, мы здесь сейчас про конкурс про внедрение, поэтому внедрение, да, это организация, которая выступает заказчику внедрение у себя стороннего продукта. Стороннего обязательно. По поводу разработки, заказная разработка, при которой у нас права по итогу переходят к заказчику, вопрос сложный, скажем так, если они переходят через 10 лет к заказчику, а до этого вы показываете коммерциализацию, то это не проблема, мы этого можем даже и не увидеть. Это скорее на конкурсе, на вебинаре по разработке можно отдельно пообсуждать. Есть требования по виду деятельности к организации получателя по ходу АКЛЭД. В этом конкурсе, мы еще раз говорим про конкурс, про внедрение, нет никаких историй связанных с АКЛЭДом, нет. Бизнес-план по 1185 и с методом 550 отличались. В чем принципиальное отличие этого конкурса? Во всем. Это два принципиально отличных друг от друга конкурса. Один, как бы, про внедрение решений, второй, про разработку. Соответственно, как бы, и сметы отличаются, и условия отличаются, и требования отличаются. Так, Александр Синепольский. Чем это регламентировать в ПРФ? В новом не увидели. Вот тогда просьба понять, к чему вот это вот, и я тогда на это отвечу, если можно. Федеральное казенное предприятие может участвовать в конкурсе? Может участвовать в конкурсе. Если она по ГК, не является видом государственного учреждения? По-моему, не является. Заявка на внедрение может быть подана от НКО? Может быть подана от НКО. Подскажите, в чем отличие подачи заявок через РФИ от подачи через фонд СКО? Ну, во-первых, в том, что это разные меры поддержки. В РФИ вы не подаете заявку через РФИ, вы подаете заявку в РФИ или в фонд СКО? На меру поддержки, которая занимается РФИ и на меру поддержки, которая занимается фонд СКО? Вот более подробно, о чем, собственно говоря, в прошлом году тоже говорили, и в этом году будем еще говорить, про отличие мер поддержки, про нюансы, которые у нас есть, мы сможем вам вот в деталях прям совсем рассказать, когда будет готова конкурсная документация. Или хотя бы критерии и перечень приоритетных направлений. Я думаю, что мы отдельно тоже этой теме посвятим. Какой-нибудь либо вебинар, либо совместно с коллегами попробуем собраться и рассказать вам, куда идти, куда не идти, там министерство своей страны тоже как бы работает и ведет по определенному произъяснению, кому куда. Но это чуть поздно. Соответствие дорожной карты СТТ по-прежнему нужно обосновывать. Вот в обязательных требованиях этого нет. Поэтому обязательно не нужно. О том, как это будет устроено в конкурсной документации, расскажем, когда будет готова конкурсная документация. Пока что, можно сказать, что обязательного соответствия с дорожной картой СТТ нет. Есть обязательное соответствие с приоритетным направлением разработки и внедрения. Может внешняя компания, материнская компания, интегратор или сам исполнитель предоставлять весь или часть небюджетных средств? С точки зрения софинансирования, у нас средства софинансирования могут быть А. собственными, Б. кредитными, В. заемными. То есть, ну, не заемными, а инвестиционными. Поэтому там ответ – да, может. То есть, это не только и не всегда обязательно собственные средства, которые у вас есть в вашей компании. Об этом тоже подробно поговорим в конкурсной документации, когда будет. Но просто я не думаю, что в этой части что-то поменяется. Можно сказать, что и так. Когда вы говорили о понесенных затратах, имелся в виду факт оплаты понесенных затрат, произошедших в период с 1.01.2021 года или заключение договора, по которому оплата производится, должно быть позднее 1 января. Если частично понесенные затраты оплачены в 2020 году и частично в 2021 году, могут ли затраты 2021 года быть возмещены в рамках заявленного проекта? Значит, давайте так. Вот я сейчас на этот вопрос отвечать не буду, потому что это будет исходить из того проекта соглашения, который мы сейчас разрабатываем, и там это развитие состоит. И конкурсная документация тоже отчасти этот вопрос нам приоткроет. Поэтому давайте так, я сейчас попрошу коллегу записать этот вопросик, и мы тогда на вебинаре по конкурсной документации отдельно на него тогда еще ответим. Тогда, когда она будет утверждена. И когда будет утвержден проект соглашения. Понятно, почему вопрос, вопрос хороший. Сами тоже над этой историей думаем, потому что в этом конкурсном отборе тоже столкнулись, поскольку не было прописано там однозначно и четко этой истории, были определенные у нас сложности. Вот сейчас зависит от того, как мы договоримся и на чем мы договоримся, с этими цифрами, и, соответственно, будет ответ на это вопрос. Если организация ранее получала субсидии в федеральном бюджетном установлении 529, спешно отчитала, сможет ли она участвовать в данном конкурсе? Все зависит от того, на что она получала субсидию. Это субсидия. Если она получала субсидию на что-то другое, да, может. Если она получала субсидию на то же самое, нет, нет. Каковы требования к организациям, осуществляющим оценку УГТФ, в частности, к компетенциям и подтверждения лицензии сервовой сертификации? Вот мы по-прежнему двигаемся по пути того, что мы не в полной мере на 100% применяем соответствующий ГОСТ, который говорит о том, что в том числе может подтверждением являться независимая оценка уровня готовности к налоге. Давайте вот этот вопрос подробно обсудим в конкурсной документации еще раз. Сейчас там эта конструкция складывается. Я надеюсь, что мы останемся примерно в своей старой логике, как мы это и делали в прошлом году. То есть не нужно будет нести дополнительных затрат на независимую оценку уровня готовности к налоге. Но окончательно это будет ясно и в конкурсной документации. Подскажите статью расхода на оплату труда входит затрат на основной персонал административной в конкурсной документации и в требованиях. Вот когда они выйдут, тогда мы с вами об этом истории поговорим. Есть ли ограничения на внедрение аффилированного лица? Есть ограничения на внедрение не у себя. Неважно, аффилированное или просто не проходящее лицо. Возможно ли получение экспертного заключения по проекту для понимания ошибок при отрицательном вынесении решений по конкурсу? Каким образом его получить при официальном запросе? Все участники конкурсного отбора получают в обязательном порядке. Те, кто дошел до внешне независимой экспертизы, обезличены экспертным заключением внешних экспертов. Здесь даже никакого запроса не нужно. Процедура так устроена, в этом году она так и работала. Поэтому если вы и пришли к нам, дошли до внешне независимой экспертизы и по каким-то критериям вашу заявку отклонили на этом этапе, вы получите в любом случае вместо решения отрицательным комплект внешне независимой экспертизы. Добрый день. Можно ли 50% средств решить и 50% заемные ТФРП на тот же проект? Вопрос, как бы under construction, такую возможность для себя прорабатываем, пока однозначного ответа нет. Я думаю, что фондовая документация на этот ответ так или иначе дадим. Потому что там весь вопрос в том, как именно от ТФРП эти истории будут поступать. И здесь еще там позиции на институт нам тоже важно. Так, 529 обстановление было на возмещение затрат на разработку платформы по ООО в целях создания и развития и жесткости промышленной продукции. Ну вот, коллеги, дайте еще раз. Фонд все-таки в целом и в общем не консультирует и не будет никогда консультировать, я надеюсь. Ну, по крайней мере, я здесь не буду консультировать по отдельным проектам. Да, то есть вот в целом и в общем какие-то нормы. Мы, естественно, рассказываем, обсуждаем, отвечаем на вопросы и так далее. Вы поймите, что из этих слов очень сложно сказать да-да или да-нет. Это надо смотреть в детали. Мы сейчас пытаемся рассказать суть и дух. То есть если вы сможете доказать, что в 129-м постановлении то, что вы делали, особенно затраты на разработку платформы по ООО, ну, очевидно, что там, видимо, там речь идет о разработке какого-то по ООО. Скорее всего, если вы говорите о том, что вы его и получали, то, соответственно, это ваша история. Вы себя свое собираетесь внедрять? Нет, это в 550-м нельзя. Если мы говорим про 1185, тогда надо смотреть на какую версию там ПВО эта история была получена. Если на раннюю версию эти работы не пересекаются с тем, что вы будете заявлять в конкурс на разработку, да, можно. Может ли лицо подающий наград быть аффилированным в компании правообладательства решения? Таких ограничений нет. То есть в целом, да, можно. Остались ли в приоритетных направлениях платформы для онлайн-образования? Сложно сказать. Вот давайте еще раз. Что-то там, естественно, такое должно было бы остаться. И, наверное, останется, да, окончательный перечень будет тогда, когда он будет обсужден. Ну, как бы, что в отряде, нет его. Нет его и проекта. И он не публичный, скажите, да, и вот там никто в публике собирается на общественное обсуждение в это аспектах. По счетам, это цифровая экономика, он будет разбираться. Когда он туда будет вытащен, поймите меня, там, итогового даже у меня сейчас. В следующий момент вопрос. Можно ли подробнее рассмотреть требования к структуре расходов? Можно на вебинаре по структуре расходов пошлить в проект по кончерной документации. На какой стадии находится утверждение перечня направлений? Продвинутый. Перечень уже есть, ему даются замечания, он дорабатывается, готовится к вести на президиуме. И в течение пар-тройки недели он там окажется. Можно ли в качестве профильной ассоциации поучаствовать в формировании? Можно через институт и площадку «Аноцфровая экономика». Либо сами, либо найдите кого-нибудь из членов, что у нас там есть. РПП какой-нибудь или РУСОВ там точно есть. Они представлены. Поэтому он там дает, там перечень еще будет дорабатываться. Так, можно еще раз остановиться на вопросе дочерних предприятий. У нас три машиностроительных завода в Холганге. Планируется внедрение PDM-системы. Суммарно на трех предприятиях заявка будет на 80 миллионов. В отдельности это будут меньшие суммы. Можно как-то объединить заявки в один проект заявки или однозначно только подача отдельных заявок. Весь вопрос в том, как будет устроена у вас история, связанная с установкой на учет в дальнейшем используя этой системы. В целом можно, на мой взгляд, придумать историю, при которой заявка будет одна. Получится это все на какое-нибудь одно предприятие, которое потом в дальнейшем, либо по договорам поручения, либо еще один будет представить эту систему. Если это там спросил каких-то вещей невозможно, тогда подайте отдельные заявки. Срок окончания заявок приема, наверное, да, будет изменен? Ну да, он будет изменен, конечно. У нас будет новая фонтусная документация, там будут новые сроки начала фонтуса и какие-то условия скорее, да, и сроки окончания приема заявок. Прототип системы до критерия системы. Это работающая система, на которой подается все финансирование. Или, к примеру, работающие импортные системы, решение, внедренное у нас, но мы хотим сменить ее на течественное решение. Так, давайте вот про эту историю опять же подробно на вебинаре по конкурсной документации, когда у нас уже будут и критерии, и требования, и мы можем предметно вот эту историю обсудить. Вопросы, которые зачитываются, не видны, запросы и ответы. Вот не поверите, я их читаю и запросы и ответы. Будут ли ограничения по пунктам затрат? Как, например, в новом конкурсе Сколково теперь можно тратить не более 20% на вход. Когда у нас будет конкурсная документация с требованием смесь, тогда об этом поговорим. Какие-то ограничения очевидны будут. Разбивку к статьям затрат применяется в собственных средствах? Нет. Разбивку к статьям затрат применяется в каждом средстве. В собственном и грантах. Если организация в прошлом году участвовала в гранте по 1185 и не выиграла, может ли она участвовать сейчас? Может. Ну, то есть, если вспомнить, там было ограничение, что должно пройти не менее полгода с момента того, как организация там дали решение. Неважно, положительное или отрицательное. Ну, во-первых, полгода уже пройдет. А во-вторых, это будет новый конкурсный отбор, где счетчик обнулиться по этому дому. Так. Про затраты на аренду площадей и так далее. Все в конкретику, когда будем разговаривать уже по требованиям смеси и по конкурсной документации. Вы читаете чат за ведущих вебинара? Нет, я читаю чат. Вопросы, ответы. Ну, а вы пишете в чат вопросы, ответы. Я читаю там вопросы, вопросы, ответы. Скажите, пожалуйста, где можно видеть вопрос, который засчитывается. Есть отдельное... Ну, вот давайте, я не знаю, что я могу демонстрацию экрана. Наверное, не экран. Могу показать. Вот, смотрите, я свернул. Вот вкладочка вопроса. Вот она у меня так выглядит. У вас она, скорее всего, где-то у нее. А? А? Сейчас видно. А, видно просто. Сейчас, погоди, я почему-то хотел экран продемонстрировать. Ладно, не получилось. Ну, в общем, поверьте. Поверьте мне, у меня внизу есть прям такие вопросы и ответы. Коэнэй может назваться еще так. Вот из этого чата я... Ну, странно, что я вижу ваши вопросы и отвечаю. Так, подача, да, в течение плюс-минус трех лет? Да. Да. А можно ли 50% R3? Так, на тот же проект. Так, ну, этому уже ответили. Нет вопросов, мы не видим. Черт, ну, не знаю, как такое может быть. Хорошо, что я это могу истричать. В любом случае, смотрите, вебинар будет доступен, так или иначе, там, для этого самого нашего всего, для вашего обозрения. Я думаю, что мы... Ну, нет, вряд ли, конечно, мы сейчас попробуем стащить отсюда все вопросы куда-то отдельно, чтобы они были вывешены, потому что что-то, мне кажется, что это относительно бессмысленная история будет. Так, Паш, наш избуки что-то есть? Так, давайте тогда и просто, как бы, чат я почитаю еще вопросы, какие есть быстренько. И скоро, наверное, будем уже завершаться. Возможно ли при подачи проекта на конкурсный отбор в рамках 550-го в качестве небюджетного финансирования заявляют кредитные средства? Возможно. Возможно, в результате, к которому указаны кредитные средства будут включены организации в рамках ППРФ 1598. Вопрос. Не факт. Ответа нет. Ответ будет тогда, когда у нас родится конкурсная документация. Отчетность к проекту необходимо будет представить конкретные даты или привязки к этапам его реализации? Привязки к этапам его реализации. Нет. Требование, что основным видом деятельности должно быть разработка КОС. Сохраняется не к этому конкурсному отбору. Нет. В 550-м такого требования нет. Имеется ли требование открытия казначейского счета для получения гранта? Нет. Пока что не имеет. Надеюсь, что и не появится. Грант перечисляет все суммы или же с финансированием производится при этапе организации проекта после сдачи отчетности по предыдущим этапам. Значит, смотрите. Грант нашей части – это авансирование. Подробно эту историю рассмотрим, когда будем конкурсно документации касаться. Но когда мы говорили про возмещение, мы говорили о возмещении ранее понесенных затрат. Дальше история у вас идет не по возмещению по факту понесенных, уже когда проект реализуется и вероятно пошел в будущее, а перед этапом по факту вы подтверждаете, ибо есть еще один вариант, при котором каждую транзакцию вы будете просто подавать соответствующие сведения и оплачивать непосредственно в грантовый счет. Интегратор готов вложить свои средства в первое внедрение, так как это поможет в дальнейшем снистоимость внедрения. При этом заказчикам окажется высокое решение. Вся средства вкладывает интегратор приемлемо. Ограничений на то, чтобы интегратор будет инвестором, нет. Вопрос только в том, что это должны быть средства, которые вложить заказчик в любом случае. То есть, от интегратора мы денег не примем. Как вы понимали. То есть, это ваши договорные взаимоотношения, по которым договор займа или инвестиционный договор. Какие минимальные требования к организации, объем выручки и так далее. В 150-м нет таких требований. Когда будет доступна запись вебинара, чтобы послушать ответы? Я надеюсь, что сегодня будет вечер, масса или завтра. В первой половине дня эта история появится. Если у нас разработано мед-изделие, в нем есть ПО. Можем ли мы с этим ПО участвовать в подаче заявок? А в списку непонятно? Можем ли мы попасть в какое-то из приоритетных направлений? Ну, честно, там перечень-то и нет. Чтобы вы могли понять, можете попасть именно. Ответ на этот вопрос будет тогда, когда приоритетные направления будут утверждены. Не совсем понятно. Ранее говорили, что 1.85, а сейчас говорит, что конкурс нет для разработчиков. Когда будет вебинар для разработчиков? Дайте еще раз сказать. 550 – это постановление, которое объединяется две меры поддержки. Меры поддержки по внедрению, о которой мы сейчас говорим. Меры поддержки по разработке, о которой мы будем говорить через 45 минут. Так, все, коллеги. Спасибо огромное всем. Надеюсь, я вас там не окончательно занудел. Еще раз, наверное, напомню о том, что презентация будет доступна – это раз. Запись себинара будет доступна. Подсылки на сайте, на нашем канале на YouTube – это два. Ну, и на Facebook, соответственно, тоже. И по мере появления, соответственно, и утверждения документации конкурсного отбора, конкурсной документации, перечень направлений критериев, мы с коллегами будем рассказывать, показывать, объяснять, разъяснять. И плюсом, отдельно, в любом случае, проведем вебинар по работе на нашем канале. Все. Всем спасибо. Всем хорошего дня. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok